Что такое индастриал? Индастриал бывает разным. Например, таким. А бывает таким. Индастриал – это не просто музыкальный жанр, это целый пласт культуры, музыки, литературы, театра и кинематографа, который противопоставлял себя популярным на тот момент жанрам искусства. Основанием для возникновения такого направления стала индустриальная революция. Технологии плотно укоренились во всех сферах человеческой жизни, но к определенному моменту в 20 веке индустриальные пейзажи приводили только к разочарованию, озлобленности и депрессивности. И миссией культуры индастриал стала найти красоту в этих, казалось бы, неприменимых к искусству вещах. Корни индустриальной идеологии уходят в традиции радикальной культуры и художественных перформансов, которые, в свою очередь, берут свое начало в футуризме, возникшем в начале 20 века. Деятели этой культуры старались пройти сквозь психологические барьеры в искусстве. Например, Крис Бёрден на своих перформансах резал себя и позволял выстрелить себе в руку. Музыкальные корни индустриала уходят к идее исполнения шума как музыкального элемента, описанный в манифесте итальянского футуриста Луиджи Руссоло «Искусство шумов» 1913 года. Но еще раньше, в 1911 году, вышел манифест Билли Лапартелло, в котором содержалась фраза музыка должна передавать дух масс, огромных промышленных комплексов, поездов, океанских лайнеров, военных флотов, автомобилей и аэропланов. Тогда же стали создаваться первые электронные музыкальные инструменты, и эксперименты с электроникой стали неотделимой частью музыки Индастриал. Музыкальная Индастриал-культура все же зародилась несколько позже. Годом выделения Индастриала как жанра музыки считается 1974 год, но сам термин появился только в 1976. Первой же группой, играющей Индастриал, стала Пробин Гристалл. Именно с ее основания ведется отчет в Индастриал-музыке. Второй группой, возникшей примерно в то же время, стала Кабринет Уолтэйр. Индастриал-музыка — это музыка, не имеющая конкретной формы. В ней часто нет ритма, нет гармонии или даже нет нот. По сути, это направление отбрасывало все музыкальное наследие прошлого и отвергало современные ему рок-н-роллы фанк, которые казались слишком консервативными. Музыкант не был ограничен ничем. Зачастую это были импровизации, зачастую просто шум завода, комбинированный с перкуссионными инструментами или эксперименты с появившимися тогда электронными инструментами. Как явление, индустриальная музыка и индустриальная культура оформились примерно к 1978-1979 годам, когда известность Фробин Гристалл и Кабринет Уолтэйр приобрела достаточно серьезные масштабы. Они перестали быть стилем одной группы и по всему миру начали возникать индустриальные группы и артисты. Использование немузыкальных средств и звуков было отличительной особенностью жанра индастриал. Как и во всех других авангардных стилях, главной была идея, заложенная в музыке, а не ее конечная форма. Она была чем-то вроде квадрата Малевича из мира музыки. В 1983 году Джон Сэвидж выпустил книгу «Industrial Culture Handbook», в которой выделил пять отличительных черт индустриал-культуры. Первое. Организационная автономия. Организационная автономия заключалась в создании собственного, полностью независимого лейбла и собственной дистрибьюторской сети. Индустриальная музыка занимала и продолжает занимать крайне критическую позицию по отношению к системам власти и контроля. Это отношение легко распространялось на систему массовой музыкальной индустрии, поэтому отделиться от нее было просто необходимо. Первым таким лейблом стал Industrial Records, который был создан группой From and Crystal. Второе. Работа с информацией. Деятели индустриал-культуры вели информационную войну с информационной войной того времени. Они издавали собственные печатные издания, даже пытались создать собственные телеканалы. Третий. Использование электронной и антимузыки. Индустриальные музыканты сразу же начали не только использовать уже существовавшие к тому моменту синтезаторы и авангардные методы записи и воспроизведения музыки, но и строить собственные механизмы и применять собственные оригинальные методы. Четвертый. Использование экстра-музыкальных элементов. Индустриалисты использовали такие новые СМИ, как видео и телевидение, не только для передачи альтернативной информации, но и для более полного в сочетании с музыкой раскрытия идеи и преподнесения ее зрителям на большем количестве уровней. Пятый. Шоковая тактика. Группы типа Robin Gristel, SPK и Cabernet Walter вели общество как нечто слишком испорченное, чтобы его можно было исправить методами традиционной политики. Поэтому использовалась тактика шоковой терапии. Их тексты и музыка были полны наиболее аморальных проявлений жизни и являлись своеобразным каталогом ужасов современного мира, без каких-то попыток дать какой-нибудь комментарий. Нацизм, ядерная война, серийный убийца, сатанизм – это краткий перечень интересов большинства индустриальных артистов. 28 мая 1981 года с последним концертом Robin Gristel был объявлен конец классической индустриал-культуры и была провозглашена эпоха постиндастриал. За все время существования в классической индустриал- и постиндастриал-музыке выделились 8 отдельных жанров. Первый – перкашн индустриал. В основе этого стиля лежит игра на перкуссионных инструментах. В качестве таковых обычно используются нетрадиционные, немузыкальные предметы – от пустых железных бочек и тележек из супермаркета до сложных металлоконструкций собственного изготовления. Второй – Improved Industrial. Соответственно, базирующийся на свободной импровизации. 3. Ambient По легенде, Ambient изобрел Брайан Инноу. Он лежал в больнице и, вслуживаясь от скуки в уличные звуки, уловил организацию в этом, на первый взгляд, хаотичном шуме. Основными отличительными признаками Ambient является отсутствие четкой мелодии и ритма, особенно барабанного. Вместо ритма может присутствовать некая внутренняя пульсация, а также атмосферное, прозрачное, обволакивающее звучание. 4. Noise Характеризуется отсутствием четко выраженных мелодий и ритма, однако отличается большей тяжестью и мрачностью звучания. Как правило, очень грязным звуком. Для нойза характерны индустриальные шумы и игра на случайных совпадениях звуков. 5. Mystic Concrete Музыка основана на сочетании найденных немузыкальных звуков. Используются индустриальные шумы, звуки природы, уличные шумы, случайно записанные разговоры и так далее. 6. Electro Body Music Или EBM Представляет из себя жесткую электронную музыку с танцевальным или маршевым ритмом и простой зацикленной мелодией. 7. Agro Industrial Отличительным признаком агро-индустриала является наличие рифованной гитары и брутального вокала. 8. Intelligence Dance Music Или IDM Здесь часто сочетают техноритмы и инструментарии с индустриальной эстетикой и экстремальным звучанием. На этом у меня все, друзья. Теперь вы знаете чуточку больше. Надеюсь, вы подпишетесь на канал и поставите лайк. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok